Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он вышел, у него на ноге и на руке повязки есть. Хорошо. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Яниса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Яниса поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы попрестуем Яниса и интересуемся готов ли он к диагностике, доверить ли он нам свое биополе на период сеанса. Он кивает и из головы пытается спросить что-то. Все уберем сейчас, не беспокойся Янис. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Яниса, под ногами. Их тел Яниса находит все. Повязки на руках и на ногах, ты сказал еще что-то, он из себя пытался... Повязка на левой руке у него и на правой... На левой руке и на левой ноге. На одной стороне это бес. Ага, хорошо. Дергает из них. Ну, сегодня я беса дерну за что-то. Снимает и повязки на руки и на ноги белые. Один, два, три. И они уходят в клетку в тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Но обиделся. Какой-то... Он говорит, фу, какой-то неинтересный. Сразу наказывать хочешь. Ты хочешь, чтобы я с тобой поигрался? Я могу с тобой поиграться. Нет. С тобой неинтересно. Вот с ним, да. Почему неинтересно? А почему это со мной неинтересно? А с ним можно? Ты злой. А вот, а он добрый, да? А ты пришел из доброго, светлого мира? Может, ты ангелочек или я плохо вижу тебя? Так ты мне объясни. Он обиделся на тебя. Ох. Это мы переживем. Хорошо, Верочка, ждем. Синий дракон. Хорошо. Синий дракон. У него рептилоид, два Грея. И с головы он хочет убрать. Это паутина накинутая. От кого она? Загорается маячок над клеткой ответственного. Арахноид. Проявился он? Или ты его не видела еще? Или он только проявил? Я вижу его сетку. Но он как таковой, он нет. В поле нет его, его сетка только. Снимаю сетку арахноида. Один, два, три. И отправляю ее в клетку-тюрьму. Готово. И от сетки выстраиваю канал к арахноиду. Один, два, три. Выдергиваю его в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да, будет так. Так, атаки есть? В квартире. Где он сейчас находится? В клетке. Хорошо, арахноид. Мы здесь собрались праздновать, а тебя не было. А была только твоя сетка. Поэтому мы решили тебя притянуть. Он показывает, как он эту сетку. Откуда он ее выпускает. Ну, я догадываюсь, откуда он ее выпускает. Итак, есть еще у нас кто-то? Нет. Считай герцовку у беса над головой. Девять. Синий дракон. Цифры над головой. Тридцать восемь шестнадцать. Тридцать восемь шестнадцать. Что же у нас такой высокий синий дракон зашел? Уж не космическая ли это душа, или не ангельская? Это мы сегодня узнаем. У рептилоида считай цифры, пожалуйста, над головой. Восемьдесят два лаборанта. Два грея. Над греями загорается. Если они органически зеленые, если не органически красный цвет. Оба зеленые. Хорошо. И арахнует у нас со своей сеткой. Арахнует. Ты знаешь, мы сегодня будем чистить его квартиру. Сегодня заканчивается вся эта ситуация. Поэтому все будем убирать. Итак, кто из вас присутствует еще в квартире Яниса? Вы знаете, где вы находитесь? Или объяснить? Объяснить. Вы находитесь на чистке. Мы находимся здесь официально по воле Яниса. Вы здесь находитесь нелегально. Сейчас будет проводиться чистка и реверс энергии. Мы отдадим вам всю чужеродную темную энергию. Заберем реверсом всю светлую энергию. После этого я дам команду каждому выйти по отдельности. Вытащить все, что он оставил в биополе. После этого я проведу рассинхронизацию. И после этого скэнер проведет проверку двумя миллионами герц. Если кто-то что-то забыл в биополе, то он просто сгорит по каналу. Чтобы это не случилось, рекомендую меня не обманывать. Потому что любой обман в этой комнате – это просто самоубийство. Кто мне будет мешать, я буду наказывать вплоть до галактического ядра. Если все пройдет, как я описал, и вы пройдете проверку, я вас буду отпускать первый раз на вашу чистоту. Кроме тех, кто живет в этом доме. Их я отправлю в дом. Они соберут все, что они оставили в этом доме. После этого я приду, открою им порталы, и они уйдут на свою чистоту. Они говорят, что он постоянно что-то придумывает, но пока мы выжили. Тут кто это говорит? Рептилоид. Понятно. Хорошо, рептилоид, сколько вы находитесь в этом… Стоп. Сначала мы начнем с реверса энергии, после этого я буду задавать вам вопросы. Итак. Я даю команду тонкой копии Яниса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Один, два, три. Выстраиваются каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Янису. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз. Дополнительно выстраивая канал от Яниса к сетке арахноида. Один, два, три. И реверсом возвращая в эту сетку весь негатив, который, возможно, пришел от нее. Итак, хорошо. Рептилоид, как долго вы находитесь с Грейми в этом биополе? Сейчас, подожди, я расскажу, что тут происходит. Давай. Значит, он очень четко сформировал сферические каналы. И потом, значит, стал, руки раздвинул, и стал прочувствовать, где его энергии, а где чужие. Хорошо. Так как стал по каналам отдавать эти энергии. К сетке идет серость небольшая. Подожди, арахноид говорит, что он три месяца назад накинул, а рептилоид игры шесть месяцев. Шесть месяцев. Хорошо, рептилоид. Ты там начал что-то говорить, что он что-то постоянно придумывает. Расскажи мне, что он придумывал? Он чувствовал вас? Он видел вас? Энергии чувствовал. Понятно. И как у него получалось избавиться от вас? Ну, я же говорю, мы пока здесь. А что ему не хватило для того, чтобы от вас избавиться? На твой взгляд. Знаний тонкого мира. Хороший ответ. Благодарю. Не буду ничего сегодня вашего уничтожать. Вернув все назад. Первый раз, как и говорили. Вот так вот мы платим добром за добром. Итак, синий дракон. 3816. Ты совсем не маленький дракон. Ты знаешь отлично, почему ты присутствуешь в этом биополе. Я тебя слушаю. Как долго ты находишься в этом биополе и почему ты зашел? Энергии. Энергии у всех есть. И у тебя есть энергия. Что энергии? Ну, он больше показывает. Хорошо. То есть он прогоняет через себя энергии. Дракону это нравится. Он присутствует при этом. Часть забирает. Часть заряжается. А, понятно. Нравится его знание. Ну, тут Криптилоид говорит, что у него знаний не хватает. Тонкого мира. Дракону как раз вполне достаточно этих знаний, которые он делает. У него много знаний и работы с энергиями. Но именно устройство тонкого мира, он не спускается туда. Наверное, скорее всего, не поднимается. Не расширяется. Не расширяется. Хорошо. Как долго ты находился в его биополе? Подожди. Он говорит, Криптилоид говорит, что он больше балансирует энергию физически. Телом. А тонкий мир для него остается невидимым. Хорошо. Янис, обращаем ваше внимание о существовании тонкого мира. Он существует. И все эти сущности, которые сейчас находятся перед вами, как и вы, находитесь на тонком плане. Задумайтесь над этой информацией. Хорошо. Итак, дракон, сколько ты был в этом биополе? Два года. Два года. Хорошо. Переходим к Бесу. Бес. Ну, давай рассказывай, как долго ты находишься в этом биополе. Портал у них. В квартире, да? Шесть месяцев. Шесть месяцев. Хорошо. Что это за ленточки ты там ему одел на руку и на ногу? А издалека дергаю. Долго не посидишь в нем. А почему? Тебе энергии мешают его, да? Мешают, но дома есть места, где мне нравится находиться. Плетение проводов и разных баночек. Ты любишь баночки? Это моя игра. Хорошо. Так и дергаю. А животное есть там, где он живет? Кошка, собака. Ты там ни с кем не... Не общаюсь. Не общаюсь. Понятно. Потому что, если бы ты что-то там наставил, носочки или свои комочки на нем, на этом животном, я бы тебя все равно выдернул. Поэтому я тебе сразу говорю, говори мне правду. На ком из жителей этой квартиры находятся твои, кроме одеялок, находятся твои присадки? На нем только. Хорошо. Скажи мне, есть ли арвы в его биополе? К нему-то трудно подцепиться было. Ну ты ж смог. Очистил он себя. Отогнал нас. А был в нем раньше. Ты был в нем раньше еще? Нет, другой был. А сколько это другой сидел? Или ты не знаешь? Я лишь знаю о его присутствии. Хорошо, то, что он был там. Хорошо. И как тебе удалось тогда зайти в него, если он почистился? Веревочки закину. А, веревочки. Странно. А почему оно сработало? И дергаю за них. У всех есть свои тайны. Понятно. Просто ты девятигерцовый, а он намного выше тебя в герцах. То есть для того, чтобы тебе зайти в него было, тебе надо было преодолеть какие-то там особые трудности. Как ты преодолел? Что это был? Алкоголь или усталость? Что это был? Спорт. Где ты его подловил? Компьютерные. Компьютерные. Вибрации. Хорошо. Ты мне скажи. Компьютерные вибрации, я тоже с этим сталкивался, с этой проблемой, с этими энергиями. Это какая-то определенная тема, которую он смотрел? Или его эмоции? Эмоции и усталость. Волны, которые идут от компьютера. Они понижают ваши чистые вибрации. В это время зайти я не смог, но ниточки закинул. На самом квартале стоим, чтобы увеличить вибрации. Понятно. Но мы сегодня будем, конечно, все закрывать, но я тебе предложу другой вариант, поскольку у него лярв нету, и отдать мне тебе нечего, чтобы ты сильно не обижался. Я тебе соберу весь негатив в его доме и отдам тебе его. Как ты смотришь на такой вариант? Да. А что ты на меня обиделся? Я еще никогда не видел, чтобы на меня обижался бес. Бес, я со всеми как-то договаривался. Ты сказал, что накажешь меня и подергаешь за одно место. Но я не собирался. Я только сказал. Так как ты со мной коммуницируешь. Ты знаешь, бес, я тебе отвечу. Я встречался с очень многими из ваших миров и очень высокогерцовыми, 46 герцовыми, 60 герцовыми демонами и с очень низкими 4 герцовыми и вот такой огромный спектр. Понимаешь, мы как-то все договаривались. Понимаю, потому и не хочу с тобой играть. Я вот с ним поиграю. Хорошо, но я думаю, что с этой информацией он тоже сможет как-то против тебя воздействовать. Скажи, у него была возможность тебя обнаружить и сбросить твои ленточки у самого? Или это обязательно ему надо было выходить на тонкий астральный план? И да, и нет. Объясни. Он должен видеть и чувствовать вибрации. Или же выставлять защиту. Некомфортно ему было, но почему? Не мог понять. Он не смог понять, что у него под ключкой, соответственно, если он не знает, он не сможет ее убрать. Хорошо. Благодарю за эту информацию. Работаем дальше. Реверс закончился, Вера? Этот зеленый правильно сказал. Энергию он чувствует, но тонкий мир не видит. А этим вы как раз и пользуетесь, я так полагаю. Он не целом. Да. Мы там обитаем. Это твой родной план. Но в отличие от зеленого, у тебя нет физического тела, а у него есть. Интересно получается устройство вашего темного мира. Хорошо. Поехали дальше. Реверс закончился? Да, закончился. Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Янис забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Янис себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усиливаю потоки в 50 раз, выстраиваю канал от Яниса на реверс к сетке арахноиды. Все возвращается назад. Хорошо, рептилоид, еще к тебе вопрос. Что вы, то, что вы установили в нем, как оно на него воздействовало? Ну, он показывает, есть дома установка, которая собирает энергии, скапливает. На потолке. Да. И бес, он возбудился, когда ты сказал, что у них нет физического тела. Он говорит, что они были еще раньше, чем пришли зеленые. И люди видели их и знали, как они устроены. Он опять обиделся или что, я не пойму. Да что ж ты такой восприимчивый ко всем моим словам, бес? Я действительно не хотел тебя. Поправь меня. Безусловно, ты был раньше. Сколько лет твоей душе, если таковая существует? Сколько ты насчитываешь себе? Я защищаю этого права на жизнь. Хорошо, я и не претендую на твое право, на твою жизнь. Моя работа заключается в договоре с вами. Когда мы встречаемся, вы ходите по своей стороне улицы, я хожу по своей стороне улицы. Когда наши пути пересекаются, остается что? Или договариваться, или воевать. Я предлагаю вам вариант договора. Вы ходите по своей стороне улицы, я хожу по своей, потому что я делаю свою работу. Вы же понимаете, что я тоже не случайно существую. И такие, как я, появляются. Я об этом не говорила. Хорошо. Это без сомнения. Поэтому я тебе предлагаю интеллигентное решение, без ущемления. Мы уже договорились. Хорошо, отлично. Итак, рептилоид, как воздействовала твоя аппаратура на него? Все, что вы установили. Какой дискомфорт он испытывал в этой квартире, где он живет, от ваших подключиков? Вы ему транслировали? Качал энергии и отдавал нам. Качал и отдавал. Сколько он вам отдавал из 100%? Он подпитывался постоянно. Работал на нас. А работал на вас. Ну, хорошо, если вот, допустим, из 100% тех энергий, которые он получал, сколько процентов вы забирали или сколько вы оставляли ему? Больше 80 или меньше? 20 оставляли. Значит, 80 забирали. Он постоянно ее генерировал. Он генерировал, а вы ее постоянно отсасывали, да? У вас там шар еще стоит для накопления? Есть, и скрытся. Я вижу его. Вижу в квартире. Понятно. Хорошо. Я вам его тоже сегодня верну, так как первый раз у меня есть договор с ГРЭМи и рептилоидами, что первый раз, когда я с ними встречаю, я им отдаю все, что они получают. Если они кооперируют, если они не кооперируют, я это все уничтожаю. К вам у меня претензий нет. Хорошо, Вера. Ревер закончился? Да. Давай начнем с арахнои до арахнои. У тебя что-то есть еще в этом биополе, кроме этой сетки? Нет, он ее только закинул. Ну как только? Три месяца назад ты зашел. Ну, он чувствовал, в общем, он ее чувствовал. Он чувствовал. Не сетку, а он чувствовал что-то невероятное. Влияет на него. Понятно. И этой сеткой он пытался укрепиться у него в биополе, но пока не укрепился. Хорошо. Давай, выходи. Подожди, арахнои, значит, в его биополе ничего на твоей чистоте не осталось, да? Нет. Хорошо. Прошу рептилоиды дать команду Греям, чтобы они вышли, вытащили все, что они оставили в биополе. Яниса. Приступайте. Возвращайтесь и докладывайте о готовности к проверке. Что они делают, Вера? Ну, у них внутри как искрящийся шар, который связан с конструкцией на потолке. 80% забирать. Он это обязательно должен был чувствовать. Тем более человек полностью... Подкачивался постоянно. Он умеет подкачиваться энергиями и так далее. Мы еще объясним ему все остальные нюансы сегодня в процессе чистки. Синий Дракон, скажи, а где ты сидел? В третьем классе? Да. Значит, рептилоид показывает, что пока он был дома, он вообще не чувствовал, что у него откачивают энергии. Вот все, как он закачивался, у них все соединено вот этими шарами в цепочку. А, вот так вот даже. Вот это хорошо, какой-то у вас новая система. Какой генератор был, да. Ну, я так смотрю, просто раньше вам одного шара хватало в квартире, а сейчас у вас уже цепочки пошли. Ну, конечно, прогресс. Зависит от человека. Вот как. Хорошо. Способности души. Я понял. Значит, чем способнее человек, тем больше надо шаров. Так как больше энергии. Правильно я понимаю? Правильно. Хорошо. Ждем Греев. Достали. Хорошо. Прошу синего дракона сейчас выйти и вытащить свои платы. Он в третьем глазе сидел. Да, синее тело. Скажи мне, синий дракон, а какие ты ему картинки демонстрировал? Какие фильмы ты ему показывал? Мы что с тобой знаем, что ты ему показывал фильмы? Он говорит, что я давал ему маленькие идеи. Какие, например? Все маленькие. Ну, какой пример? И он начинал исследовать подсознание его работу. А ты что с тобой? Работу мозга в целом. И я наблюдал. Ты его изучал или ты подкармливался? Я не понимаю тебя. Изучал, Поль. Я встречался. Мне нравилось, как он развивался. Я встречался с такими драконами, которым нравилось находиться. А еще Астрал я ему показывал. Астрал ты ему показывал. Вот я вот это хотел... Как вижу его я. Твоими глазами. Я только хотел сказать ему, что ты можешь показать ему только то, что ты видел сам. Ты свой опыт ему показывал, ты свои картинки ему транслировал. А он думал, что это он видит. Или ошибаюсь? Его исследования и мои картинки не имеют общей идеи. Хорошо. И я показывал картинки. Исследования проводил он с помощью моих маленьких идей. Твои идеи продвинули его вперед чуть-чуть? Или только ты... Ответли. Хорошо. Ждем, пока он все снимет. Он хороший ученик. Мне было интересно наблюдать. А кем ты перед ним предстал, когда ты входил в его биополе? Светом? Энергии? Святым? Ангелом? Энергии. Энергии. Понятно. И что ты ему предложил? Впустить тебя в обмен на? Знания. Нет. Я сам был знания. И он принял. Хорошо. Готов. Отлично. Бес. Прошу тебя сейчас выйти вытащить. А у тебя что-то есть там еще, Бес? Ленточки я снял или что-то осталось? Сапоги? Нет, ничего. Нет, ничего. Хорошо. Только ленточки. Только ленточки. Хорошо. Тогда я даю команду на счет 3 на рассинхронизацию Яниса с энергии Беса до числового значения 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку на счет 3. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Выпаривается все малейшие наночастицы. Если что-то крупное будет найдено, загораются маячки. Честное. Хорошо. Все прошли проверку. Значит, тогда сделаем следующим образом. Синего дракона я сейчас отпущу на его чистоту. Все остальные уйдут тогда в квартиру и будут тогда нас дожидаться с Бесом. Как мы и договорились, так и сделаем. Синий дракон, ты готова уходить? Да, готова. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь в это биополе. Он задыхает, дает слово. Дракон, ты знаешь. Он изъявил свое желание. Ты должен это принять. Хорошо. Готов уходить? Он говорит, что я не могу пойти против печати. Сова его слово. Готов уходить. Хорошо, дракон. Благодарю тебя за эту мудрость. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес и безболезненно уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Без рептилоид 2гре и арахноид. Я сейчас открываю портал в квартиру Яниса. Вы туда уходите и как договорились. Всем понятно? Да. И на счет 3 открываю портал в квартиру Яниса. 1, 2, 3. И без рептилоид 2гре и арахноид уходят в квартиру. 1, 2, 3. Готово. Закрывай, опечатывай, растворяй. Что у нас в клетке осталось? Сетка арахноида? Или он ее забрал? Нет, она осталась. Под ней открывается портал в галактическое ядро. Она уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Чисто? Больше ничего нет? Нет. Поехали по частотам. Переходим к закачке энергиями. Подсоединяй тонкую копию к источнику высокой вбросанной чистой энергии, которую Янис получает во время сна. Запроси биополис, сколько энергии нужно Янису и какая частая вибрация максимально комфортная для него. 500. 500. Хорошо. Запросил. И? 28. И 28. Хорошо. Хорошо. Но это космическое происхождение. Не знаю. И на счет 3 в макушку головы Яниса начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 500% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибраций поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Значит, так как он работает с энергиями, 500 в Австралии для него это нормальная цифра, так как эти энергии легче, чем матрицы Земли. Конечно, это верно. И 28 вибраций. Это в целом составляет его, в целом я имею в виду 500% энергии, 28% вибрации делает его полным, целым. Отлично. Янис, ваши цифры 500% энергии и 28 Гц вибрации. Если захотите узнать или пообщаться с вашим куратором, познакомиться или учителем, можете обратиться к нам. Мы тоже эти сеансы проводим. Хорошо. Он заправился? Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Камер Каба готова. И у нас в комнате присутствует мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом, в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Яниса. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Ло. Ло. Ло, мы приветствуем вас. Меня зовут Влад, это Вера. Это ваш подопечный. Мы благодарим вас. Я приветствую вас. Прошу прощения за нарушение вашего сеанса. Я очень, очень трепетно и радостно чувствую себя из-за того, что Янис присутствует в этой комнате диагностики. Я лишь хочу пользоваться моментом и дать ему подсказку. Ло, если вы будете так любезны, подождите, пожалуйста, одну-две минуты. Мы сейчас закончим, и потом он стоит полностью в вашем распоряжении, если вы согласны. Благодарю. Хорошо, Верочка. Итак, Мер Каба встала, хорошо? Да. Пусть тонкая копия Яниса вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Он показывает, как он медитирует, дышит, выходит в астрал, что это очень яркие, светлые энергии. 720. 720. Отлично. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Яниса до значения 720 Гц. Пошел подъем. У него какое-то состояние счастья, когда он находится в таком состоянии умиротворенности. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Янис, как вы себя чувствуете? По-новому. Замечательно. Ло, прошу вас, мы закончили. Я рад встрече и спешу сообщить, чтобы не занимать много времени. Ты дитя Арктура. Арктурианец. И энергия Арктура составляет твою родную душу. Это то, на чем ты базируешься. Это то, с чем ты контактируешь и соединяешься. Я лишь хочу активировать твой стержень Арктура. Пожалуйста. После этого ты прочувствуешь силу и перемены в себе. Эти знания помогут тебе дальше работать и излечать, объяснять и идти своим путем. Отлично. Прошу вас, уважаемый Ло. Я хочу, чтобы ты увидел эту энергию, которая идет через Меркабу, наверх Арктуру. Это белая, холодная энергия, расширяющаяся, искрящаяся в зависимости от того, как ты ей пользуешься, уплотняя и расширяя ее. Также не забывай сбрасывать негатив через низший, нижний канал Меркабы. Не оставляй его, иначе он скапливается в твоих руках и ногах. Заземляй его, негатив отправляя, как уже я сказал через канал Меркабы. Энергия Арктура активизирована. Благодарю вас, уважаемый Ло. Я очень рад, что вы сегодня пришли, и если у Яниса появится такое желание пообщаться с вами и задать вам 10 вопросов, мы с удовольствием предоставим ему такую возможность. Уважаемый Ло, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Все кураторы, все учителя, которые приходят к нам, получают свой определенный подарок. Я думаю, это уже на Арктуре хорошо известно. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, свежими, спелыми ягодами, которые только есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем куратора Ло, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок за эту встречу, которую мы сегодня имели радость иметь с вами. Я благодарю вас за эту материализацию. На мой самый большой подарок – это встреча и активация энергии Арктура. Они помогут Янису в дальнейшем. Благодарю вас. Вы достучались до него. Мы знаем, как кураторы стучат к своим ученикам, которые уже готовы, и он нашел нас. Мы благодарим вас за эту радостную встречу, которая сегодня произошла. Я больше чем уверен, это не последняя встреча. И наверняка мы еще с вами встретимся и пообщаемся. Не смею больше вас задерживать. Благодарим вас. Передаем искреннюю благодарность вам и наилучшие пожелания Арктуру на этом месяце. До новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Отлично. Одним арктурианцам больше на земле. Хорошо, Янис. У вас сегодня прям день каких-то сюрпризов. Убрали вам все. Ваш куратор пришел. Я думаю, очень интересные времена лежат перед вами. И мы рады приложить. Шикарная новость. Абсолютно верно. Хорошо, вам это все надо проработать. Мы сейчас будем возвращать вас назад в Биоробот. И будем работать тогда дальше. После всего мы еще почистим вашу квартиру. Хорошо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Яниса в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу. Каждой клеточке. Каждой извилинке головного мозга. Все энергии переходят на физический план. Синхронизируется. Гармонизируется энергия. Распределяется наилучшим образом. Один. Два. Три. Пошел процесс. Готово. Отлично. И отключайся от объекта. И переноси в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...